История возникновения сладостей Уходят корнями в древность Считается, что первые кондитерские изделия Появились в Египте, античной Греции И на Ближнем Востоке Затем эта продукция Очень скоро завоевала популярность В Италии и всей Европе Одна из старейших кондитерских фабрик Гомельской области находится в Наровле Об истории ее становления и традициях Кондитерского искусства красного мазырянина Узнаем сегодня Мармелад, зефир и рис Конфеты коровка Вкус этих сладостей Известен практически каждому Вот уже более 100 лет Такие лакомства выпускают На кондитерской фабрике в Наровле Сейчас предприятие Единственный производитель Беларуси Пастилы, зефиров двухцветных И зефира с начинкой Кстати, вся продукция красного мазырянина Выпускается только из натурального сырья А ее высокое качество Подтверждено многочисленными наградами На российских и международных выставках История предприятия Начинается с 1913 года Основал его местный помещик Даниэль Горват Первоначально им была построена фабрика Для переработки фруктов и овощей Выращенных в его же имениях Кстати, есть сведения, что число землевладений Горвата Не уступало гомельской отчине Князя Федора Паскевича На производстве выпускались повидло, пастила, джем Вскоре завод был переоборудован В кондитерское производство Где стали производить конфеты Полукустарное предприятие Давало помещику неплохую прибыль А продукцию по стилу, мармелад и рис, конфеты Отправляли на продажу в Киев и другие украинские города Гражданская война и война с белополяками Привели к полному разрушению предприятия В 1925 году партийная организация Мозыря Взяла шефство над фабрикой Было изготовлено и установлено В уже отремонтированных цехах Простейшее оборудование Здесь же и ответ на вопрос Почему фабрика находилась в одном населенном пункте На ровле, а название носит другого Мозыря Обновленное предприятие выпускало Шоколадные конфеты, ирис, повидло, джем, пастилу, мармелад и зефир В годы Великой Отечественной войны Фабрику пришлось частично эвакуировать В послевоенные годы предприятия восстанавливали заново С 1985 года на Красном Мозырянине Начали расширение производственных мощностей Проводилась масштабная модернизация На данный момент это одно из самых известных предприятий Производителей сладостей Любимых многими поколениями Продукцию фабрики ценят и знают не только в Беларуси В этом году на продэкспо в Москве Взяли золотую медаль за щедрую коровушку с маком Это традиционная наша коровка И были отмечены второй год подряд Дали за высокое качество продукции Я хочу сказать, что это медаль высокого качества Потому что не каждое предприятие может похвастаться такой медалью Буквально с каждой выставки было в Бресте Мы привезли благодарность Весна в Гумере нам дали две благодарности За хорошую организацию На какой выставке мы не были Мы никогда не приезжали без какой-то отметки Всегда нас обмечали Красный Мазырянин Красный Мазырянин производит порядка 150 номинований кондитерских изделий Объемом более 4000 тонн в год Мы производим пастилу, мармелад, зефир, ирисы и конфеты Используем только натуральный продукт Мы выпустили мармелад на соках Куда идет даже натуральный ароматизатор Практически 100% натуральный продукт Больше всего пользуется спросом пастила, зефир По сравнению с уровнем прошлого года Объем производства у нас увеличен Вот, значит, продукция пользуется спросом Потому что на складах продукции нет Мы будем дальше пытаться удовлетворить все спросы покупателей На кондитерской фабрике намерены и далее осваивать новые технологии Наращивать объем производства и расширять ассортимент продукции Наращивать объем производства и расширять ассортимент продукции Продолжение следует...